так МКС летит ах ты господи будем ловить ах ты господи видал как на фоне звезд пронесся вот попробую поймать когда он так метется 400 километров над головой ах ты господи вот это по экрану проносится все не трогаю зум не трогаю треногу вот он несется ладушки это уже не поселка да это был тут еще квест так что у нас сегодня сегодня у нас седьмое это луна а справа Юпитер сейчас 2.09 по Киеву в Харькове у нас продолжается аппарат планет в том смысле что планеты все так же в ряд только как и четвертого числа 5 утра смещается относительно планет только луна очень серьезная дымка сильно повезло в том что сняли снял я четвертого числа и было относительно безоблачно дымки это не было сейчас парень спрашивал про настройки фотоаппарата сейчас вот вам Юпитер за своими красавцами спутниками при такой дымке невозможно вообще использовать не получилось у меня сейчас найти нормально Сатурн зафиксировать в кадре при низкой светочувствительности дымка все портит так сейчас я попробую редкостью поиграться не матюкаясь как просили меня в комментариях точнее благодарили за то что не матерюсь то есть мысленно матерюсь но недостаточно видимо громко чтобы это зафиксировала камера разве не красота пишут тоже что не повторять красота красота как попугай а что делать как действительно красота так где у нас еще спутник что-то не комплект справа должна быть Европа от Юпитера вот это наверное и есть Европа Юпитер Ганимед Ганимед Ио в прошлый раз Ганимед был справа теперь Европа вырвалась вперед Ганимед Ио Околистый как всегда на отшибе должен последним в кадр влезть спутничек что-то не влезает а должен а вот он блымкает все есть комплект хорошо поехали к Сатурму да но я все еще надеюсь снять при низкой извещенности полосы на Упитие в этом случае дымка может нам даже и помочь убирая часть света таким путем поглощая часть света играет роль света фита она уже видно что не полная но все равно красавица кто-то там просил максимальное увеличение на Луну навести вот это оно 125 крат оптического увеличения плюс 4 цифрового фотоаппарат на треноге так что опять же отвечаю на комментарии это не руки у меня трясутся по крайней мере не только руки сейчас стоит штатив фотоаппарат я вообще стою в стороне влезает только ветер и сейчас я влезу опять с попытками поймать ее искать все ушел при таких увеличениях это консоль огромная то есть навестись при таком увеличении на какой-то маленький объект в кадре в узком поле это как ну я не знаю как пятиметровой удочкой попасть в замочную скважину причем удочку держа ногой так ладно пошли наверно пока заворажен очень приятно так у нас что есть у нас сейчас Марс еще есть сейчас посмотрим на нашу троицу вот сюда сегодня сближение Луны с Сатурном вот он красавица наш сейчас это настройки для владельца такого же фотоаппарата это фотоаппарат это не телескоп еще раз говорю фотоаппарат со сменным объективом съемки есть такой режим там на переключателе буквально на фотоаппарате нарисована луна для таких как я любителей поснимать аппаратуру которого не знаешь да 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 так попить я попытаюсь резкость подстроить в окулярчик это как-то лучше получается сейчас еще не потерять резкость резкость нашел Сатурн потерял ну good for you молодец ладно сейчас надел так никогда такого не было и вот опять так аппарат планет кто-то оспаривает что это аппарат планет не все планеты мне хватило того чтобы назвать это аппаратом расположение луны которую конечно не планета а спутник на одной линии расположение 5 утром луны юпитера сатурна марса и венера начнем не парад возглавляемый луной почему говорят что дальше можно несколько дней видеть много несколько недель видеть этот парад потому что планеты так и расположены юпитер сатурн марс венера поочередно вылезает из-за горизонта и появляется на небосводе с вечера до утра только луна смещается каждый день по моему на 13 утра с угловых градусов в сторону восточнее относительно планет относительно звезд даже не знаю как корректнее сказать на небосводе на небосводе в общем я не знаю будет ли это в ютубе видно после сжатия всех этих файлов под 45 градусов вниз на три диаметра сатурна сатурна манушки сближение сатурна с луной сегодня о чем я говорил вчера я снимал рано утром сближение вот в кадре у нас три красавца видно 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 все три и облачко еще такое колоритное надо было понятно в каких условиях снимать приходится так ну что пошли марс снимем пока венера еще за горизонтом то есть у нас есть сатурн юпитер луна вернее юпитер сатурн луна и вот у нас марс так вот это внизу горизонтально это фонари не пытаться вспомнить что это за созвездие да при пониженной светочувствительности гораздо четче выглядят объекты но на них они гораздо более блекло на них тяжелее наводиться но их очертания гораздо более корректные нет вот этой вот засветки как сейчас когда сияет все как прожектор это сиял марс если что марс 60 отставить 60 100 18 миллионов километров от земли сейчас а еще один нюанс сейчас видно что освещена часть даже при таком при таких настройках яркости видно что освещена часть марса но это не тень от какой-то планеты на ней лежит и на венере будет венера вообще серпом будет видна как луна но это не тень падает на венеру это просто освещается венера частично лишь солнце и освещенная для нас часть видна серпом а не освещенная темная мы попросту не видим поэтому серп венеры серп марса это никакие не затмения ну в абсолютном большинстве случаев не затмения а просто такой угол освещения так сейчас буду опять резкостью играть ой ну нет тут вообще все дрожит затаив дыхание смотри да тут затаив дыхание лишний вздох планета на пару сотен километров улетела за кадр дрожание это сейчас ветер я стою в сторонке и наблюдаю за перевещением марса по экрану да тучки тучки это неприятно ладно зафиксировали из нашего порода планет что мы три планеты и луну мкс учитывать в парад плавить не будем но тоже зафиксировали сейчас дам фотоаппарат поддохнуть надеяться под утро дымка рассеется надежды невелики но снимать я буду упорно пока пока есть возможность хоть какая-то даже в таких погодных условиях затмение луны через облака я снимал почему парад планет не поснимать через облака там говорят в конце июля еще один парад будет ну или какая-то его разновидность в принципе по идее луна должна выстроиться за в хвосте этого парада варьер гаде ордестаде получится тоже такой же парад так еще раз максимальное увеличение луны так 2.26 по Киеву ого-го это я уже 20 минут снимаю 2.26 по Киеву по Киеву в Харькове на 50 параллели северной широты снимаю за окружная города Харькова улажная 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 на 100 г